Доброе утро! В эфире канала России итоговая информационная программа событий недели. Сегодня день государственного флага России. С праздником жителей республики поздравляет глава Карачева Черкесии Рашид Тимрезов. Российский триколор вызывает в наших сердцах трепет и уважение. Он олицетворяет многовековые традиции и славную историю Отечества. Под знаменами триколора наши земляки одерживали победы в сражениях, добивались трудовых совершений, успехов в решении важных социально-экономических задач, в достижении спортивных и культурных высот. Сегодня под государственным флагом России мы едины в своем стремлении укрепить могущество Отечества, своим ежедневным трудом добиваться большего благополучия для россиян, растить наших детей с чувством гордости за свою родину и ее историю. Дорогие земляки, желаю вам здоровья, долголетия, счастья, мира, добра, новых успехов во имя Карачева Черкесии и всей России. Сегодня мероприятия, посвященные Дню Флага, проходят по всей республике. Подробнее о них мы расскажем завтра в наших информационных выпусках. В Черкесске идет строительство нового корпуса дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов. В очередной раз на стройку прибыли представители власти. Они провели мониторинг хода строительных работ на данном объекте. Альбина Ламкова подробнее. Этот объект является особо важным для Карачаева Черкесии, отметил министр труда и социального развития республики Руслан Шаков. Новое здание дома-интерната для престарелых сможет разместить 122 человека. Возводят его по проекту «Старшее поколение национального проекта «Демография» на 2019-2024 годах». В действующем корпусе проживает около 50 человек. К сожалению, это жильцы, которые нуждаются в постоянном уходе. Постельные, отметил Руслан Айцевич. По мере запуска нового здания будет возможность ликвидировать небольшую очередь, которая образовалась в группе «Милосердие». На сегодняшний день в доме престарелых проживает два участника Великой Отечественной войны, 11 ветеранов труда, 6 человек реабилитированных лиц, даже ликвидаторы Чернобыльской катастрофы. Мы считаем, что так же, как и те, конечно, остальные наши достойные ветераны, они заслуживают все условия для комфорта, но приближенного к домашним условиям проживания нашим жильцам. После ввода здания в эксплуатацию увеличится количество жильцов. Естественно, штат тоже будет расширен. При этом будут учтены все категории. Это и врачи, и санитарки, и младший медицинский персонал, социальные работники и психиатры. Чтобы успеть сдать объект в сроки, развернули масштабную стройку. Здание современное и красивое. Большая часть работ уже выполнены, хотя вначале были определенные сложности в строительстве объекта, так как это – долгострой. Начало его было положено еще в 2005 году. Вновь его стали возводить в январе. То, что сделано и то, что мы делаем, – это две большие разницы. Потому что здание очень старое было, несовременное, но сейчас переделывают все в новый лад. Делается по всем нормам, по всем этим. Противопожарное, вот это все, обеспечение, уходу. На каждом этаже есть инвалидные, где они находятся, именно комнаты отдельно, где купать. Работы по инженерным коммуникациям уже завершены. Сейчас на стройке трудится около 50 человек, но их количество зависит от объема выполняемых работ. В определенные дни эта цифра увеличивается на 10, а то и 20 людей. 80% работ уже выполнено. Жилые помещения разделены на блоки. В каждой из них по две комнаты. Будут проживать по два человека. Тут также предусмотрена кнопка для вызова медперсонала. Комната сама светлая, уютная и просторная. Сейчас ведут работы по штукатурке и покладке кафеля в санузлах. Надо сказать, что они предусмотрены в каждой комнате отдельно. Для старшего поколения специалисты трудятся на совесть. Работаю около пяти лет приближительно. Качественную работу, конечно, сложно выполнить. Всегда попадаются какие-нибудь нюансы. То плитка кривая, то еще что-либо. Стараемся делать. Объем работы большой. Сейчас на данный момент ложу плитку. Санузле стараемся положить качественно. Все для людей, как говорится. Возводят здание на территории старого дома-интерната. Оба здания будут соединены переходом для удобства как постояльцев, так и сотрудников учреждения. Самое главное, что здесь мне понравилось. И тогда и сейчас расположение комнат со всеми вытекающими там для инвалидов условиями. И самое главное, что отдельно и для персонала, и для наших жильцов будут все удобства. И отдельно вот эти посты медицинские посередине этажа – это тоже очень удобно. В здании будет работать два лифта. Третий и четвертый этаж предусмотрены для лежачих больных. На завершить строительство планируют до конца октября. Осталось постелить линолеум и покрасить стены. Потом приступят к установке оборудования. Параллельно строители будут благоустраивать двор. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Библиотека, зал хореографии. Различные кружки откроются скоро для любителей книг и тех детей, которые хотят заняться творчеством. ООО «Стройинвест» завершает реконструкцию Дома культуры Сила Садового по нацпроекту «Культура». Ход строительства объекта посмотрели от депутата Народного собрания. Смотрите подробности. Дом культуры Сила Садового получил новое дыхание. Его почти заново отстроили. Когда проводили демонтажные работы, от старого ДК оставили только стены. Крышу перекрыли заново, установили новые окна и внутри обновили все и провели отопление. А сейчас ведутся облицовочные работы, электромонтажные и не только. Строители спешат завершить реконструкцию объекта в срок. А это обновленный просторный зал ДК. И здесь многое уже сделано. Не остаются, да, у нас? Ну, сказали оставить, может быть, да. А это старое? Это вот мы в прошлом году приезжали к Девакамзимировичу. Он прям просил обратить внимание, потому что, чтобы в дальнейшем можно было и траву, либо по кинопроекту, либо еще по какому-кому. Он сказал, оставьте, они нам пригодятся. И на втором этаже ДК тоже большую часть строительных работ завершили. Уже установили и новые двери, остались отделочные работы. Депутаты Народного собрания провели мониторинг хода строительства Дома культуры в селе Садовое Адыгхабльского района. И это не первый визит парламентариев на этот объект с начала его реконструкции. Первый раз мы ровно год назад приходили. Потом мы постоянно мониторим, приходим. И по сравнению с первым разом, естественно, тут очень много сделали. Уже сегодня приятно ходить. И видно, что объект уже скоро будет сдан. А еще по проекту реконструкции Дома культуры строители пристроили к старому зданию и новый зал хореографии площадью 170 квадратных метров. Если наш ДК не функционировал, мы рады, что у нас будет свой ДК. И с Нового года у нас будет открытие. И все наши мероприятия будут проводиться там. До конца года и того дня, когда современный и просторный Дом культуры распахнет свои двери, жителям этого населенного пункта осталось ждать совсем немного. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия, Садовая. Главный санитарный врач Карачаева, Черкесии Сергей Бескокотов и начальник лечебного отдела Республиканского Минздрава Белла Бачаева провели на этой неделе совместную пресс-конференцию по теме обязательной вакцинации отдельной категории граждан. На встрече с журналистами спикеры рассказали о ходе прививочной кампании о том, почему тема вакцинации стала особо актуальна именно сейчас. Ахмат Халкевич продолжит. Ситуация с заболеваемостью в очередной раз начала осложняться в июне. Факторов множество, в том числе несоблюдение мер предосторожности населением, появление новых штаммов вируса и пока еще низкое количество привитого населения, резюмирует Сергей Бескокотов. Я был вынужден подписать постановление главного госсанврача номер 964. Эта мера была вынуждена, еще раз повторюсь, потому что ситуация действительно начала осложняться. И дальнейшее промедление просто у нас могло привести к более серьезным последствиям. Постановление перечислено представителей только тех профессий, которым по долгу службы приходится контактировать с большим количеством людей. Это работники объектов торговли, сотрудники компаний и организаций из сферы услуг, а также образовательных учреждений. Как еще поведали спикеры пресс-конференции, около 70-80 выявляемых в настоящее время случаев заболевания заразились дельта-штаммом. На данном этапе мы столкнулись с таким штаммом, при котором уровень антител, который был достаточен для предыдущего штамма, он уже недостаточен для дельта. Ну а тем, кому может быть противопоказана вакцина, необходимо оформить медотвод. Для этого необходимо обратиться к своему терапевту по месту жительства или лечащему врачу с предоставлением документов, подтверждающими наличие хронических заболеваний или же антител вследствие перенесенной болезни. Однако наличие антител само по себе не является основанием для освобождения от прививки. Решение принимает врач. Медотвод является основанием для освобождения сотрудника от прививки, но он не перестает представлять опасность для окружающего населения и для своего коллектива, и для окружающих, те, с кем он работает. Основанием для присутствия их на работе, вот то, что у них медотвод, не является. Уже работодатель должен решать, как их или перевести на удаленный режим работы, или отпуск за свой счет, или, ну это уже решает работодатель. На данный момент в республике в наличии все четыре вида отечественных вакцин от ковида. Это спутник ВИК, Ковивак, Эпивак, Корона и спутник Лайт. Вероятность выработки иммунитета составляет около 95%. Так работает любая вакцина, не только коронавирусная, подчеркнули специалисты. Ну а если после прививки иммунитет не выработался, нужна повторная вакцинация. Желательно уже другой вакциной, подытожила начальник лечебного отдела Республиканского Минздрава Белла Батчаева. Ахмат Халкичев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаево, Черкесия. Последние данные по ситуации с коронавирусной инфекцией у беременных женщин в республике. На сегодняшний день на диспансерном учете по Карачаево-Черкесии стоит 2800 беременных. Из них под наблюдением по COVID-19 находились 1683 будущих мам. С подтвержденным тестом на наличие вируса 741 человек с начала пандемии было госпитализировано 207 женщин. Как отмечают в Министерстве здравоохранения, будущие мамы находятся в особой зоне риска из-за ослабленного иммунитета во время беременности. И поэтому специалисты Министерства настоятельно рекомендуют сделать прививку тем, кто планирует беременность в ближайшее время. В настоящее время у нас во временном инфекционном госпитале на базе городской клинической больницы находятся 6 женщин, 2 беременные, после медикаментозного выкидыша 1 и после родового женщин 3. По всем женщинам, которые у нас госпитализированы во временный инфекционный госпиталь, проводятся телемедицинские консультации с федеральными центрами. Нам помогают коллеги из института имени Алмазова, научный центр хрустогинекологии и перинатологии имени Кулакова. То есть они под тщательным наблюдением как наших специалистов, так и специалистов федеральных медицинских центров. Сейчас в настоящее время у нас в республике функционирует 13 постоянных пунктов вакцинации и 49 мобильных. В республике имеется достаточное количество всех 4 вакцин, зарегистрированных в Российской Федерации. Это и спутник Лайт, и спутник ВИ, и Ковивак, и эпивак Корона. Поэтому хотелось бы всех женщин, которые планируют беременность, пригласить в наши пункты вакцинации. Это актуально, потому что некоторые медицинские центры, одним из требований для приема женщин на процедуру ЭКО в том числе, требуется справка или сертификат о вакцинации. Ну а сейчас время рекламы, а после мы продолжим. В государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия» требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51, или по телефону 2204-75-2205-47. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Налоговая служба информирует о рейдах по выявлению предпринимателей, торгующих на розничных рынках без применения контрольно-кассовой техники. Предприниматели, обязанные применять по виду своей деятельности контрольно-кассовую технику, должны ее установить и выдавать чеки покупателям при продаже товаров и оказании услуг на розничных рынках. На чеке обязательно должен быть QR-код, позволяющий проверить подлинность документа. Контрольные мероприятия проводятся в рамках проекта Федеральной налоговой службы по работе с недобросовестными продавцами на рынках и только в отношении не применяющих онлайн-кассы. Министр сельского хозяйства Карачао-Черкесии Анзор Баташев посетил крестьянско-фермерское хозяйство Алика Байрамукова, где ознакомился с ходом уборочных работ. О каких нацпроектах рассказал министр и какие программы поддержки сельского хозяйства реализуются, расскажет Карчабиджиев. КФК Алика Байрамукова является одним из крупных растеневодческих хозяйств республики, который ориентирован на выращивание пшеницы, кукурузы и сахарной свеклы. Предприятие осуществляет свою деятельность с 2008 года и признано Минсельхозом России лучшим свеклосеющим хозяйством страны. У фермера в нынешнем году обрабатываемая пашня составила 1760 гектаров. Из них 800 отведено под пшеницу, 560 занимает кукуруза и 400 сахарная свекла. Из техники в наличии 6 комбайнов и 12 камазов. Министерство сельского хозяйства помогает. В этом году они оказали поддержку свеклосеющим хозяйствам. Я получил субсидию. Вот эти деньги, конечно, свою роль играли. И урожайность, и насыщенность для покупки техники. Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесия оказывает государственную поддержку в виде субсидий в рамках ведомственной целевой программы, разработанной по поручению главы республики. И для того, чтобы себя как-то защитить, Минсельхоз предлагает аграриям страховаться, развиваться и провести мелиорацию. Министр отмечает, что у них есть возможность поддержать такие хозяйства. У нас есть возможность поддержать такие хозяйства, которые страхуют, возместить у них расходы на страхование до 50%, а также поддержать их, если они будут проводить мелиоративные работы, до 70% возмещения расходов. В настоящее время Алик Аскорбевич готов проект, будет защищать экспертизу. Как проведет экспертизу, естественно, мы будем как-то пытаться поддержать именно в части мелиорации. Как отмечает Анзор Баташев, в нашей республике есть множество разных программ, в том числе и развитие малого и среднего предпринимательства, экспорт продукции агропромышленного комплекса, имеется возможность поддержать сельхоз товаропроизводителя. Это льготные кредитования, возмещения затрат по логистике, приобретение специализированного оборудования, новая программа на стимулирование зерновых культур. В конце своего визита министр вручил фермеру Алику Байрамукову почетную грамоту за многолетний добросовестный труд с пожеланиями процветания, хорошей погоды и урожая. В Нижнем Архызе прошел творческий вечер известного оперного артиста, солиста Большого театра и геликон-оперы Александра Мимнашвили, уроженец станицы Зеленчукской. Выпускник местной музыкальной школы исполнил известные арии и любимые несколькими поколениями песни советских лет. На творческом вечере побывала Шерифат Лепшукова. Букова – место, где все знают о звездах и планетах, о вечном мире. Но сегодня здесь звучит вечная музыка. В исполнении Александра Мимнашвили она особенно символична, ведь оперное искусство – это тоже вселенная. Бас-баритон Александра Мимнашвили звучит в ведущих залах нашей страны и Европы. Но в этот день он пел для своих земляков. Концерт, куда вход был свободным, собрал вместе любителей оперы. Среди них были и первые педагоги-артиста. Выпускник Зеленчукской музыкальной школы он с благодарностью вспоминал своих учителей, обративших внимание тогда еще подростка на классическую музыку. Юный Саша еще не знал, что оперное искусство станет его жизнью. Позади остались учебы в Музыкально-Московском колледже и ГИТИСе, за которым поступит приглашение в знаменитую Геликон-оперу и Большой театр, где артист выступает уже в 10 сезон. У него особенный редкий голос – бас-баритон. Бас-баритону очень тяжело петь низкие ноты в этой партии. Драматическому баритону не хватает иногда легкости. Бас-баритону высоко петь, высокие места в этой арии, в этом куплету. У вас же все звучит замечательно. Выстроенный темпорит, весь диапазон выстроенный. Для этого нужен особый голос. Он у вас особый голос? Конечно, особый. Нет, но для этой оперы нужен действительно такой специфический голос. То есть это не должен быть ни бас, ни баритон, потому что, как вы правильно заметили, внизу баритону низко, наверху басу высоко. Поэтому есть такое понятие бас-баритона, но больше относится к европейской музыке. В России ее не так применяют. Голос артиста и его артистизм не оставляют равнодушными зрителей по всему миру. По достоинству его оценили члены жюри телевизионного конкурса «Большая опера» в 2011 году. Тогда Александр дошел до финала. Артист признается, что очень любит свое дело. Он убежден, работать через сопротивление нельзя, фальш на сцене недопустимо. Преданной классической музыке артист отдает дань уважения и вершинам советской мелодии. ПЕСНЯ На творческом вечере директор Зенчукской школы искусств Валентина Шаповалова выдала небольшую тайну. На самом деле артист приехал с семьей в отпуск к маме, но не смог отказать своим педагогам. И вместе с другой выпускницей этой школы, ныне студенткой Ростовской консерватории Анной Харитоновой, долгие часы готовил программу к нынешнему концерту, сделав незабываемый подарок всем любителям оперного пения. Шереват Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия, поселок Буково, Зеленчукский район. История в каждом завитке. Классика адыгского национального костюма в персональной выставке художника-модельера Мадины Хацуковой представлена в картинной галерее Республиканской столицы. С эстетикой свадебных нарядов горянок познакомилась Ватима Даурова и заодно узнала, какой сакральный смысл таится в золотых орнаментах шикарных платьев. Выставка художника-модельера и по совместительству златашвейки Мадины Хацуковой «Фаша-мигуаша-жагумигупса» посвящена адыгскому национальному костюму, выполненному в лучших традициях адыгского шития в соответствии с эстетическими канонами черкесов. Замысел мастера представить публике самый важный наряд в жизни девушки – свадебное платье, символ перехода в новую жизнь. В подборе материала, в выборе орнамента, декорации изысканного облачения и шитье зачастую невесты сами принимали участие. История каждого платья уникальна. У этого галуна, вот галун, которым обшито платье, Марина тоже его плела сама, но не одна, а вместе со своим будущим супругом. Они плели вместе, потому что на изготовление галуна уходит очень много времени. Она не успевала одна, и это физически тяжело, и поэтому её будущий супруг ей помогал в платье галуна. Такая вот история у этого платья. В старину каждая юная черкешенка готовила своё свадебное платье своими руками. С пяти лет начиналось постижение искусства создания адыгского костюма. Стежок за стежком, год за годом, рукодельницы шли к главному событию своей жизни – к свадьбе, на которой наряд адыга фаша символизировал незыблемость традиционных устоев. Архаичный орнамент, адыгская знаковая система рисунков имели сакральный смысл. История в каждом завитке. Руки – это символ женского начала. Я думаю, что именно поэтому самый большой знак делался именно на рукавнике, и он ещё служил и оберегом. И если мы разложим этот орнамент, этот знак на составляющие, то мы увидим праматерь, голова, руки, материнская грудь, материнское молоко, ноги и рождение. То есть вот на рукавнике изображена праматерь. Это то, для чего женщина приходит на этот свет, жить на землю. То, для чего она предназначена – заботиться о своей семье, о своём роде, рожать детей. У каждой мастерицы черкесского костюма свой почерк и стиль, которые отражают характер автора. Руку Мадины Хацуковой узнают сразу все ценители классической эстетики черкесской национальной одежды. В мастерской Мадины Хацуковой были сшиты сценические костюмы таких известных хореографических коллективов, как Кабардинка, Ингушетия и Войнах. Мадина Хацукова шьёт свадебные наряды для невест-горянок разных национальностей. Каждая деталь продумана автором до мелочей. Придерживаясь основных эстетических норм восприятия костюма, автор в некоторых работах позволяет себе и современные мотивы в декоре. Очень надеюсь, что выставка здесь будет до 26 августа, что сюда придут девочки, придут девочки, увидят эти костюмы и, возможно, посоревнуются с самой с этой неигуашей, искусницей из искусниц, которая смогла умолить солнце, остаться на небосклоне, пока она не сошлёт своё платье и не оденет его. В Нарзанной галерее Кисловодска открылась фотовыставка карачаевской породы лошадей, автором которой является фотограф Ольга Бабенко. Данные работы видели многие жители нашей республики, теперь их выставляют и в других регионах. Тему продолжит Аслан Гирюков. Ольга Бабенко с детства любит лошадей. В своих работах она всегда старается показать всю грациозность и красоту этих животных. Одна из любимых пород автора – карачаевская. Сегодняшнюю выставку видели многие жители нашей республики, и теперь она открылась в Кисловодске. Сама Ольга отметила, что карачаевская порода влюбила в себя своим нравом и красотой, а также тем, что является лучшей в освобождениях и дальних маршрутах. Когда-то я очень сильно увлеклась этой породой, она меня восхитила, заставила себя уважать в первую очередь, потому что эти лошади, им доверяют жизнь. В горах, на крутых склонах исключительно только карачаевская лошадь может вас провести по этим тропам, по этим скалам. 8 лет работы в ПЧР собрано в этой выставке. К сожалению, не все работы поместились в данной экспозиции. В первой самой выставке вообще участвовало 25 работ. К сегодняшнему моменту мы уже увеличили экспозицию до 51 работы. Как отметили организаторы, Нарзанная галерея была выбрана площадкой для выставки неспроста, ведь ее посещают как жители других регионов страны, так и из-за границы. Посещая достопримечательности Кисловодска, большая часть туристов не может обойти стороной Нарзанную галерею. Основная цель данной задумки – это рассказать и показать карачаевскую породу лошадей. Помимо этого, было отмечено, что подобные мероприятия остаются в истории народа, что очень важно для сохранения культуры и традиций. Здесь люди со всех концов нашей необъятной родины, бывая здесь, берут информацию, черпают о карачаевской породе лошадей. У меня тоже задача популяризировать нашу лошадь, наше культурное наследие. И плюс, к тому же, ну вот это, по мере продвижения в этом направлении, все меньше как бы ненужных разговоров о породе и так далее и тому подобное. О породе этой уже не одно тысячелетие. На выставке также присутствовали представители администрации Кисловодска. Они отметили, что данные мероприятия позволяют улучшить дружеские отношения между регионами и помогают в развитии туризма. И мы стараемся держать и поддерживать эту марку. Развиваем благоустройство города. Все время у нас появляются новые площадки для людей. Ну, вообще мы признательны Дмитрию Сергеевичу Науменко за то, что мы дружим с национальным парком и всегда взаимодействуем с самой тесной связью. Все, что проводится в парке, это проводится и в нашем городе, и мы всегда солидарны. Автор выставки отметила, что в будущем планируется увеличить количество работ и проводить выставку как можно чаще. Каждый, кто впервые видит карачаевскую породу лошадей, запоминает ее как сильную и своенравную. Аслан Гирюгов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия, Кисловодск. Горнолыжный курорт Домбай известен своими прекрасными склонами, но многие туристы выбирают его и для летнего отдыха. Кто-то совершает восхождение в горы, кто-то конные прогулки. Наша съемочная группа узнала у туристов, чем именно летом привлекает их Домбай. «Приехали из Волгограда, здравствуйте. Выбрали, потому что природа очень красивая, цены очень дешевые, по сравнению с другими курортами России гораздо дешевле. А мы в горах планировали отдыхать, вопрос где, но решили вот сюда. Что вообще запомнилось вам из нашей природы? «Ну, мы сегодня пока первый день, горы сами». «Канадная дорога уже впечатлила». «Вообще в целом как вам?» «Очень нравится. Я, конечно, такую природу еще нигде не видела. Поэтому впечатляет». «Первый раз, конечно, нам понравилось очень. Это красота неописуемая. Это волшебство». «Приехали из Волгограда вообще?» «Мы из Тулы, город Оружейников. Ну, стоило было приехать в такую даль, посмотреть на такую красоту». «А вообще будете советовать знакомым друзьям?» «Обязательно. Обязательно, конечно. У меня знакомые друзья приезжали. У меня дети были здесь позапрошлом году. Они посоветовали приехать, посмотреть здесь. Что бы еще в целом запомнилось?» «Горы, дедники. На Архызе, здесь». «Ну, вопросов не было в этом выборе. Мы из Москвы, и вопросов выбора не было. Только нам боится. Такой активный отдых, и мы вот только сюда. Это вообще активно здесь посещать. И конные прогулки, и вот горные вот эти все подъемы. Это только было только за это». «Полюбоваться на горы, на всю картинку. Мы утром просыпаемся в отеле, смотрим на эту красоту, заряжаемся энергией, что спасибо, все, нам очень нравится». «Замечательно, все люди гостеприимные, как дома». «Такие красоты, сложно сказать, почему нет». «Потому что красивые горы». «Не выбрали, потому что…» «Потому что красивые горы». «Головокружительная красота и дает возможность почувствовать себя». «Потому что есть горы из Москвы». «Больше красивые горы». «Мне понравилось купание, и вот съезжание с горки, с катамараном, это глубокое озеро, и потому что я там на середине озера, там мама с братом». «Потому что, деткам понравилось, прекрасные горы, ледники, атмосфера, перепад климата тоже своеобразный. Доброжелательные люди, в первую очередь, которые встречаются, всегда улыбаются, это поднимает настроение. Все прекрасно». «Очень красиво, свежий воздух, красивые пейзажи. Да, мне тоже очень нравится здесь, я уже не первый раз, мне очень нравится здесь, тут прям очень красиво». «А вы летом вообще планировали на море, или у вас было запоминовано какое-то активное время?» «Сюда приехать». «Я приехала из Санкт-Петербурга, мы приехали на разведку для того, чтобы выбрать место, куда мы поедем зимой кататься. Нам очень понравилось, невероятно красиво, я счастлива, что я попала сюда». «Как вам вообще, короче, и на четверти понравилось?» «Замечательно, очень дружелюбные люди, очень вкусно, я не первый раз у вас, я из Таврополя, мне очень нравится, вообще обожаю вашу культуру, народ». «Вообще, вот за последние дни опыты, что больше запомнилось на море?» «Горы, горы и национальная кухня, шашлычки». «Мы приехали с города Светлограда и давно хотели сюда приехать, были в прошлом году и решили еще в этом году приехать. Зимой не получается, но летом почти каждый год приезжаем, нам очень нравится, поднимались на третий уровень». Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какое будет следующее, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Я желаю вам хорошего воскресного дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова